Всем привет! Сегодня весь день провел дома, потому что прорвало трубу где-то в стене. Соседка в шоке, вода бежит. Приехали эти ремонтники, лохматили весь стояк. Весь день пришлось дома просидеть. Сейчас время уже 6 часов, я только вышел. Единственное, что мне приехал купить шланг, потому что хочу воду в бассейне наполнить. Снова жарко становится на улице. Ну и так поедим, съездим. Сейчас в центре, деньги поменяю. Сегодня как-то подозрительно на улице, в центре. Тихо и спокойно. Обычно какая-то движуха, кипиш. А здесь смотрите-ка. Тишина. В Ментоне орет. Кафешки пустые. Видимо, четверг. Но обычно четверг уже такой. Начинает нарастать народ ближе к выходным. А нет. Все. Или тоже после футбола кажется, что на улице нет никого. Потому что здесь вообще происходило что-то невероятное. Вот так вот пока. Ребята, я сижу и плачу. Такой расстроенный вообще просто. Это хуже проигрыша в казино. Я не знаю. У меня вот слезы на глазах накатываются. Он серьезно говорил. Мне так обидно еще не было никогда. Меня просто обманули сейчас на Флориде. Ну, практически на Флориде. Я пошел 100 баксов отменять, короче. Думаю, сейчас поменяю 100 баксов. Пойду поем. Потому что время много. Время там 7 часов уже вечера. Понятно, что все обменики официально не закрыты. Но один вариант остается идти на Флориду. Все. Я приехал в центр. Вот у обелиска вышел. Все как обычно. Иду себе туда ближе к Флориде. Мне кричат, типа, камбио, камбио. Ну, без задней мысли, окей, что, камбио, обменяю, что мне прям там идти до Флориды. И все. Ну, все стандартно. Все как обычно. Да, вот он отводит куда-то, да, там, за угол, типа, вот. Говорит, постой, подожди. Я стою, жду. Ну, в паре там секунды какие-то. Все. Я вижу, что он у кого-то деньги берет. Приносит мне. Считает мне. И я без задней мысли, знаете, особо не проверил их. Отдал ему сотку. Это положил себе эти деньги. Прихожу в магазин воды купить. Мне говорят, это фальшивка. Фальшь. Я просто, мне, знаете, я благодарю, что это всего 100 долларов. Ну, мне так обидно все равно. Понимаете, ну, не валяются же деньги на улице. Я сейчас приду домой, покажу. Я просто не хочу сидеть тут сейчас в село. Пере... Как это сказать? Перевести дух. А так обидно вообще просто. Я, конечно, сейчас приеду домой, вам сниму видео, покажу, какие, как это что-то за подделка. И будьте вообще осторожнее, аккуратнее, чтобы вот так вот на Флориде первому попавшемуся идти менять деньги. Лучше через проверенных, через официальных. Я менял уже на улицу. Но менял, когда мне давали визитку, и говорили, вот, типа, наша визитка. Приходи, если что. Хорошие деньги были, да? Не подделка. Я что-то вот вступил и пошел сюда, на Флориду. Ребят, давайте я вас даже проведу до этого места, чтобы вы знали, чтобы, не дай бог, с вами такого не произошло. Вот у нас обелиск, перекресток, да? Здесь Кентукки. Здесь какой-то вот Эль Национал Санкор Сегурас. Ну, понятно, разберетесь, да? Вот мы идем в сторону Флориды, да, туда. И вот пойдемте, прям пройдусь быстренько с вами, чтобы вы понимали, что здесь нужно быть очень осторожным. Дискульпе. Идемте, идемте. Тут какой-то, видимо, сегодня творческий ветер. То ли концерт, видите, люди с цветами пришли. Очередь большая. А я вас прямо сейчас приведу, ребят, к этому перекрестку, чтобы вы знали. Я вам сейчас просто опису даже эту ситуацию, как это все произошло. Так мне обидно вообще, ребят. Поддержите, пожалуйста, лайком. Поддержите комментарием и подпиской. Это вообще, ну, просто, я не знаю. Реально так обидно просто вообще. Просто когда ты знаешь, что эти деньги тебе достаются, блин, и не из-за откуда, блин, а тебе нужно их зарабатывать. Обидно становится вдвойне. Мы уже практически дошли. Вот я иду себе здесь, значит. Смотрю. А, так я шел же вам записывал. Я говорю, вот, смотрите. Улица сегодня какая пустая. Никого нет. Кафешки пустые. Так вот, я, получается, в предыдущем видео, в предыдущей в секции видео только это записал. И тут же со мной такая фигня произошла. Ну, что это такое вообще? Вот-вот, мы подходим уже к этому перекрестку. Я сюда с вами шел, говорю, удивлялся. Вот, я говорю, кафешки пустые, столики пустые. Вот здесь вот стояли. Вот, я вот сюда подхожу. Здесь вот у этого белого киоска слева закрытого стоят два парня такие. Камбио, камбио. До Флориды здесь вот два квадрата. Все, я, значит, подхожу. Да, окей. Я говорю, какой курс? Он мне показывает. 325, я думаю. Ну, окей, давай, 325. Все, он мне говорит, пойдем. Мы пошли вот сюда, вот свернули. Вот сюда. Потом, значит, мне говорит, типа, все, вот тут вот, постойте. Вот ребята вот в киоске стоят. А здесь еще парикмахерская рядом. Все, он говорит, постойте, типа, здесь. Мы такие встали, все, стоим, ждем. Он ждает деньги, отдает. Я их, как бы, кладу в сумку. Без задней мысли вообще. И все. Получается, думаю, ну, что-то у меня, как бы, подозрения, подозрения такие были, что совсем они какие-то новенькие. Знаете, я такой захожу. А, я такой спрашиваю вот у этого парня, который стрижет, короче, вот этот вот парикмахерский. Спрашиваю, типа, нормальная тыща? Он такой, да, окей. Типа, нормально. И все, и как бы, раз все местный человек подтверждает, что, как бы, деньги нормальные, соответственно, я, ну, все, и тем более кладу их в сумку и в хутбай. А потом здесь киоск. К ребятам захожу, спрашиваю. А, типа, воду хочу купить, говорит, это фальшивка. И все, у меня вообще просто, я просто охренел сразу же. Я выхожу из киоска, здесь, естественно, уже никого нет. Ни этих ребят, ни, ну, никого-то, и все. Твоя проблема, типа. Ну, вот такое вот бывает. Поэтому все те, кто живет в Буэнос-Айресе, имейте это в виду. Я вот вас предостерегаю прям, я не знаю, потому что я нигде не видел, что писали, что кого-то обманули, потому что все только пишут, что, ну, тут, типа, не обманывают. Все, типа, всегда дают подлинные деньги. Но это оказалось не так. Вот я вам показал место само, где это происходит. Поэтому будьте аккуратны. Дома, домой приеду, еще вам покажу сами эти поддельные купюры. Ну, еще видите, вечер, уже сумерки, как бы, еще, видите, отвел этот поворот, там уже еще темно. То есть, и вот, конечно, в этой всей вот ситуации, как бы, особо не придался, что не посмотрел там, да, пощупал их, кинул в сумку и все. Еще ведь была, как бы, проскочила где-то мысль-то у меня, что это все-таки, как бы, может быть подделка. Ну, этот подтвердил парикмахер, представляете? Я говорю, тысяча нормальная. Он говорит, да. И все, я и положил их, понимаете. Все, и пошел без задней мысли. А, пошел в киоск, думаю, воды сейчас куплю, а парни мне говорят, типа, вот стояли, которые говорят, что это все, это фальшивка. И все меня тут вообще как-то осенило. Ой, ребят, вот так вот. Ребят, прошу, что хотя бы есть карта в дубке, можно доехать на метро домой, еду без денег, у меня нечего есть. Нет, у меня есть, конечно, дома рожки. Ну, сколько это там у меня было? Копеек дома. Сейчас я поднимусь, скажу, куплю, наверное, сосисок и сварю сосиски с рожками. Ну, а что, завтра буду пойду в специальный обменник. Будем в следующий раз аккуратнее. Я сейчас зажгу Парижу и все, нахер сожгу, блин. Пока меня где-нибудь не приняли, что это подделка еще. Правильно? Ребят, ну все, вот я дома. Открываю свою сумку. Достаю свои... Денюшки. Денюшки. Посмотрите, даже не скажешь, что они не настоящие. Вот, вообще, я даже рандомно зашел в ближайший магазин. Я говорю, как мне... Ну, этот трандуктор включил. Говорю, как мне отличить фальшивку от настоящей. Мне парень показал. Сейчас я вам... Вот. Вот. Вот эти. Вот, берем вот это деньга. Фальшивка. Ай, блин, у меня и тысячи-то не осталось, ребят. Слушайте, настоящей-то тысячи не осталось. Настоящей-то у меня вообще копейки. Круто. Ну, давайте сотку, вот, 200 попробуем. Ну-ка. Вот. Короче, видите, краска остается. Вот и тысячи такая же краска, только остается желтая. От настоящих. А от подделок не остается ничего. Вот ты ужми. Все фальшивка. Все-все-все. Даже гадалки не ходи. Сейчас зажгу Париж и все сожгу. Вот, ребят, даже одну провал. Потому что херня все это на деньги. Псалка. Видите, как рвется. Как тряпка. Хотя вот так вот стоп-то ты берешь и даже не почувствуешь, не подумаешь, что это поддельные деньги. Сегодня просто не мой день. Ну, посмотрите. Вот сегодня из этого всего мне пришлось сидеть целый день дома. Раздохматили вот эту всю фигню. Просто такая пылища была по всей квартире. Мне еще пришлось отмывать квартиру. Понимаете? Цвета пылющая. Вон, до сих пор, видите. Я сегодня все это протирал. И все равно пылища такая стоит. Ну, вот Парижа. Сейчас я ее подниму. Вот видите. Сейчас здесь не кидаю, короче, и сожгу все. Подготовлю и сожгу. Чтоб нас еще, не дай бог, с этими подделками не приняли. Ну, можно прям вот так вот по одной и сюда накидать. Так вот. Сейчас я, ребят, все сюда принесу. Все их со мной. И потом кучку вам уже покажу. И начнем все сжигать. Ребят, ну все. Помял я все эти деньги. Загрузил эту Паришу свою. Сейчас вот я это все подожгу. Вот так вот. Сейчас она горит. О, видите как? О, сжигаем наши. Песо. Отдельный. Гори оно огнем. Все. Я точно знаю, что мы с вами больше сработаем. Все будет хорошо. А это пусть фантики эти горят. Сгорают. До конца. Вонища такая еще. Деньги не пахнут. Любые деньги пахнут. Все, ребят, смотрите, сгорели. Как вот, ну вот как бумага и сгорели. Все, попрощаемся с этими дурацкими деньгами. Ребят, ну что, избавились мы с вами от этих подделок. Я очень сильно прошу подписаться каждого из вас, кто увидел это видео, кто посмотрел это видео, кто посмотрит это видео. Для меня это будет очень ценно. Я всех благодарю, кто уже подписался. Вас уже более 260 человек. Это уже просто невероятное количество людей. Мне очень приятно. Подписывайтесь. Возможно, вы что-то интересное узнаете для себя, что происходит в Аргентине. В частности, в Буэнос-Айресе сейчас. Как говорится, Буэнос-ночес. Ну, или кого-то Буэнос-диес. Всем пока-пока.